Масса ледовых якорей колеблется от 50 до 150 кг, а число их от 2 до 4. Ледовыми якорями снабжаются ледоколы, суда ледового плавания и транспорты суда при плавании в Арктике и Антарктике. Ледовый якорь является однолапным якорем, представляющий собой крюк, который вставляется в лунку во льду или зацепляется за выступающую льдину. Он принадлежит скорее к швартовному устройству, нежели к якорному. Прочность его должна быть немного больше прочности троса, соединяющего его с судном. Этот трос крепится не к скобе веретена якоря, а к скобе тренда, тросу, служащему для уборки якоря на судно. Ледовый якорь применяется при освобождении от заклинивания судна, при стоянке во льдах, когда нельзя отдать становой якорь, при швартовке судна к льдине, например, для приема пресной воды и т.п. Стоянка судна на якоре в ледовых условиях возможна лишь в тех случаях, когда место защищено берегами или барьером стоящих на миле льдин или невзломанным припаям льда. При кратковременной стоянке среди дрейфующих редких ледовых полей необходимо быть на готове для немедленной съемки с якоря. Промедление со съемкой может привести к потере якоря и цепи при навале ледового поля. При постановке на якорь вытравливается минимальное количество якорной цепи и ведется тщательное наблюдение за ледовой обстановкой и дрейфом судна. Машина должна находиться в постоянной готовности. Если на цепь навалится льдина, от нее нужно немедленно освободиться, что можно сделать потравливанием или выбиранием якорной цепи. Оставлять льдину на цепи опасно, так как цепь будет испытывать дополнительное напряжение на излом. Кроме того, насевшую льдину может ударить другая, что поведет к обрыву цепи. Если якорная цепь глубоко врежется в льдину, то льдины можно попытаться избавиться, осторожно отводя ее от цепи форштевнем судна при работе двигателя малым ходом вперед. Особая бдительность требуется при якорных стоянках в узкостях, где может наблюдаться сильный дрейф льда под влиянием прилива отливных течений. Субтитры создавал DimaTorzok